В ее копилке множество медалей. За плечами Александры Мартюшовой несколько марафонов и даже ультрамарафонов. Но еще 4 года назад девушка и представить не могла, что сможет, как орешки, щелкать такие сложные дистанции, как 21 километр. Мой тренер, да, спасибо ему, то есть он увидел во мне этот потенциал, предложил как-то заняться, побегать по лесу, провести тренировку. Благодаря пандемии, когда закрыли все спортивные залы, предложил позаниматься в лесу и все, с тех пор я начала бегать. Первая дистанция моя на тренировке была 3 километра. Сейчас мой максимальный рекорд 73 километра в горах я пробегала. В этом году Александра не смогла пропустить грандиозное беговое событие в родном городе. Всероссийский полумарафон «Забег», который состоится совсем скоро, 19 мая. На этот раз побежит всего 10 километров. Сложно сказать, что бегунья к стартам готовится как-то особенно. Просто стабильно тренируется. Самое основное, на старте не нужно рвать вперед, потому что ты на старте потеряешь все силы и потом уже до финиша будет дойти очень тяжело. То есть нагрузку нужно повышать постепенно, также смотреть. Я всегда слежу за своим пульсом, за своим темпом. И в связи с этим до финиша дойти уже намного проще. А этот бегун покорил дистанцию в 110 километров по горной местности. Стаж у Сергея Своеволина 6 лет, хотя раньше категорически не любил бегать. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Первое, что сподвигло, мы с тренером поехали в республику Алтай на соревнования Алтай, ультра-трейл, которые ежегодно там проходят. И вот когда я увидел этих сумасшедших людей в хорошем понимании, которые бегают 110 километров и абсолютно счастливые, довольные прибегают, то есть мне прямо стало очень интересно, как у них это получается. И Сергей исполнил мечту. Подготовился и пробежал 110 километров почти за сутки. В забеге участвовало 80 человек. Сергей попал в десятку лучших. Сегодня он на лайте, готовится к полумарафону в Барнауле. Побежит на этот раз поменьше – 21 километр. Начинающим марафонцам советуют выбирать километраж короче. И все-таки заранее готовиться к старту, чтобы организм постепенно привыкал к нагрузке. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.